Люди, которые устроили вам эстерон, настроены серьёзно. Навряд ли они прекратят своё воздействие на вас. То есть, какими-то, может, периодами их перестанут вас трогать. Но это навряд ли надолго. То есть, они дают лично мне пару лет, может, год, может, два, не больше отдышаться. И начинают всё заново. Когда меняют восприятие, то есть, когда у человека изменено восприятие, очень сложно вести нормальную жизнь. И просто они играют с вами в какую-то игру. В какую игру играют, это уже понятно. И ездят тоже на машинах за тобой. У меня был даже такой случай, что я вышел из подъезда. Один мужчина ехал на машине на большой скоростью, резко тормознул и просто уставился на меня в секунду так на 5, на 6, может, и на 10. И просто поехал дальше. То есть, остановился и смотрит на меня в упор. Я спокойно иду дальше. Он дальше палит, палит. И потом уезжает уже. Им никого не жалко. Им, наверное, нравится мучить и издеваться над людьми. И вот у меня после второй волны психотеррора болит душа. Вот как они начали второй раз. Вот это все. Сразу же заболела душа. И если вот сама, так можно выразиться, игра прекратилась, то душа болеть не перестала. И они мучаются всеми возможными способами, которые найдут телевизор, улица, компьютер, работа, учеба. То есть они, я заметил, что вот лично меня происходит эта волна психотеррора именно в тот момент. Если в первый раз это было, когда меня до смерти замучили этой учебой, то вторая волна уже была, когда я выпивал. И уже на второй, на третий день со мной уже стали играть в такие игры. Я, конечно, не отрицаю, что, возможно, это просто какое-то помутнение, рассудка или что-то в этом роде. Но я все-таки думаю об этом по-другому. И эти люди, если вы уже появились в поле их внимания, уже выделились из большинства, то они, скорее всего, никогда не прекратят, просто будут давать вам шанс отдышаться, чтобы и дальше ставить на вас свои опыты, играться с вами и тому подобное. То есть вот сейчас я ощущаю какие-то воздействия на себя. То есть как только я выложил первый ролик о психотерроре, то есть моментально, почти через какое-то время, конечно, начало меняться как-то ощущать свой организм странно. И какие-то мысли чужеродные в голове. Как будто кто-то с тобой разговаривает, но не как, как будто ты слышишь человеческую речь, а как просто мысли. Мысли. Ну, то, что они чужеродные, это сразу чувствуется. Если они до вас закопались, то это, скорее всего, уже навсегда. То есть у меня после психотеррора не только вот такие вот ощущения, но также какой-то после, хочу оговориться, после выхода видео о психотерроре, какие-то вот такие ощущения, которые я сейчас описал. Но также у меня какие-то положительные состояния тоже начинаю испытывать, которых ранее не было. И, если честно, они мне не очень-то и нужны, но убирают боль, становятся легче. И, конечно, к таким воздействиям, даже пускай положительным, относишься с опаской. То есть просто так вот в мире никто ничего не делает. И просто хотят делать то, что делают. Я, на самом деле, уже задолбался с этой болью душевными. То, что это их воздействие, мне абсолютно понятно. То есть я особо и не нервничал никогда. И какого-то особого негатива из меня не исходило. И эти люди просто сделали так, чтобы тебе было плохо. То есть если они над тобой напрямую не издеваются, то хотя бы сделают так, что душевно ты себя будешь чувствовать плохо. у меня, конечно, есть представление о том, кто это делает. Я их, конечно, озвучивать не буду. И я даже представляю лично в мою сторону, какие именно люди посодействовали тому, чтобы начался обси-террор. Я так посмотрел, этих людей нету ни в каких социальных сетях. Я знаю их имя, фамилию. И их нигде нету просто. Идут какой-то скрытый образ жизни. И не просто так это все. Вот я чувствую, когда я начал говорить об этом явлении, то у меня временами, вот сейчас прям перестала болеть душа. То есть до этого она вообще не прекращалась, эта боль никак. И я и понять не мог, что это такое. То есть она просто прекращается. И чувствуешь себя как раньше. Абсолютно нормально себя чувствуешь. И абсолютно не ясно, почему эта боль исчезает. Кто делает так, чтобы она исчезала. Но я это связываю со своими видеороликами. То есть или тебе просто помогают, или сами эти птиоператоры просто убирают воздействие с тебя, чтобы ты просто не ныл в интернете, как тебе плохо. Вот так вот. Не, честно, дальше... Не, честно, дальше... Уже больше не психи-террор волнует, а сама жизнь. То есть какого черта я вообще тут забыл? Почему я сюда попал? И кому это выгодно и нужно? То есть мы абсолютно ничего не знаем об этом мире. Живем в этом мире как слепые щенята или котята. И абсолютно никаких представлений нет о том, в каком мире мы живем. Ну, в каком мире это понятно, но его устройство остается тайной для всех. Может, не для всех, но для большинства людей. Большинству людей вообще и не нужно ничего знать. Они ничего и не хотят узнать. То есть для чего они живут. У меня психи-террор прекратился почти полностью. Ступо какие-то чужеродные мысли вот недавно пошли, когда я начал снимать видеоряд и видеоролики. И вот просто только боль души осталась. Сейчас и этого практически нет. То есть, когда вот, например, у меня будут следующие волны психи-террора, я абсолютно не понимаю. То есть после первого раза я уже для себя многое понял. И, конечно, я специально к второй волне не готовился. Но уже был... Уже был... Ну, как сказать... Уже как бы прошел через это. И уже что-то понимал. Когда вторая волна психи-террора пошла, то все повторилось ровно так же, если не хуже даже. Ну, как я смягчал вот эту волну психи-террора. Я просто потратил 100 тысяч на себя в этот момент. И мне как-то легче было. Я гулял просто по городу, по всему. И просто тратил деньги направо и налево. И получал вот это удовольствие. И поэтому... Во второй раз они, конечно, за меня взялись жестче. Жёстче. То есть я даже не знаю, что сказать ещё об этом. Прерывать видео не хочется. Хочется ещё о чём-то сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. То есть ещё есть такая тема, что вы можете обладать какими-то способностями экстрасенсорными, и вас просто могут за это преследовать, потому что вы, например, об этом не знали и не умеете как-то сдерживать и пользоваться этой силой, то очень возможно, что можно кому-то навредить и перейти дорогу. и могут из-за этого как бы наказывать. То есть могу дать совет тем, кто, например, ещё не попал под психотронное воздействие, что просто не выделяйтесь из толпы, то есть зачем вам это надо. И... Ну, то есть... Если вы попадаете в какой-либо социум, то... То там люди всякие есть разные, и... Можно просто с кем-то поссориться, а человек может быть очень влиятель. И... Просто вот... Сделать вам так, чтобы жизнь была для вас просто невыносимой. Кхе-кхе-кхе. то есть при пси-терроре я не советую вам выпивать какой-либо алкоголь потому что это вас как-то расслабит и расслабит но еще и то есть расслабит и вашу нервную систему и вы будете просто лучше поддаваться на провокации всякие вот так вот вот Продолжение следует... 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 вас не будут воспринимать всерьез и это уже понятно всем то есть потому что скорее всего замешан кто-то такой того не выгодно просто разоблачать и да даже дело не в этом может и вот конечно просто как-то выйти на след этих людей не представляется возможным можно только догадываться делать какие-то выводы а 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 то есть у меня есть еще такой один интересный момент что вот при что при первой волне псих террора что при второй волне псих террора ко мне подходит один и тот же попрошайка и я вижу его именно в тот момент когда происходит псих террор то есть я увидел всего два раза в жизни и просто просит тебя денег да и тоже странно один раз во вторую волну псих террора я просто нашел в лифт своем доме и то есть я слышу что кто-то быстро убегает в подъезд и то есть теперь лифта не успели закрыться он берет берет и как бы хочет ударить в пах ногой но останавливается и как бы тебя припугивает то есть вовсю открыто даже могут действовать на это чистый единичный случай и я уж не знаю что такое было он просто взял потом ушел я просто остался в ступоре так вот то есть и моменты такие псих террора кажется что абсолютно весь мир замешан в твоей травле но скорее всего даже не скорее всего а точно это не так и просто ты не понимаешь откуда идет воздействие откуда идет удар и ты уже начинаешь подозревать всех кого можно вообще кого нельзя и и начинается настоящая паранойя то есть если ты даже например расслабляешься например какие-то медитации там садишься или пьешь алкоголь или еще что-то то они как но в моем случае было так что они сказали он опять расслабился и как-то их это огорчило огорчила вот они именно ударяют тогда когда-то наиболее уязвимы а это значит что скрытое воздействие продолжается уже довольно давно то есть когда-то более уязвили для них и именно в этот момент они начинают свое шоу то есть как в моем случае они для меня устроили целое шоу с этим телевизором с этим двуличным театром вот так вот и на самом деле меняет восприятие твою что ты уже не можешь ровным счетом нормально воспринимать действительность и и просто люди тебе даже не знакомы а скорее всего навели тебя на этих людей и в людей а те кто тебе тот кто тебе знаком вот так вот вот так вот вот то есть я не знаю можно ли самому избавиться от психотронного воздействия но люди как-то стараются сделать себе полегче и я вот слышал что просто где-то как-то становится легче но само воздействие полностью не исчезает это а а а а а Продолжение следует... И вот у меня такое было, что во втором воздействии у меня было такое ощущение, что я в телевизоре увидел просто смерть в образе какой-то красивой девушки. И она мне просто сказала, что будешь переживать, я тебя опять на цепь посажу. То есть я это не придумываю, зачем мне это надо, и на самом деле так. То есть такие какие-то фразочки, которые вообще очень интересные какие-то, но лично для меня. И на самом деле всяких прикольных моментов было очень много вот с этими фразами всякими. Как будто тебе через это еще тебя травят, еще и какие-то знания пытаются дать тебе. То есть вот, например, земля тюрьма для душ. Я до этого додумался не сам, мне вот подсказали вот эти пси-операторы. Я уже начал как-то додумывать сам. И я вбил в поиски земля тюрьма для душ. И оказалось, что такие видеоролики существуют. Вот. Вот. Такие дела. Буду, наверное, скоро завершать свое видео. На самом деле всего ты не вспомнишь, как бы тебе и по барабану, что это такое было. И ничего для тебя полезного из этого извлечь невозможно. Ну вот, что ты вот вспоминаешь. Ох. Хм. 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 И то есть я еще Вот вспомнил такой момент Что я смотрю Телевизор под этим психотеррором И понятное дело, что я все воспринимаю На свой счет Психика так настроена Да и возможно само воздействие Такое И просто я переключаю канал И говорят Там Короче Это просто Мячик Пени его И то есть Я воспринимаю это как Что Я конечно начал негатив Когда Со мной начало это происходить И То есть у них Вот такой вот Такая реакция была Что Это просто ты что ты просто мячик И просто пени его То есть Я даже не знаю Могу только додумывать Догадываться Что Какая-то сила Учит другую силу Что Чтобы она не боялась Играть с людскими душами Что это просто мячик Он предназначен для того Чтоб его пинали Вот Вот То есть мне сейчас гораздо легче Я даже не знаю Я даже не знаю Кого мне Благодарить Конечно Не все время Мне легче Но как-то Иногда становится Совсем легко И Я очень рад этому Один раз То есть я кое-что смотрел И Мне сказали Он уже понял Что ему Звездец То есть Вот такие вот Если честно Игра на самом деле Какая-то интересная Но Но опасная К тому же То есть Это даже не игра Это На самом деле Жизнь И Как бы Своими вот Фразочками Они как-то Иногда даже И сами Смягчают Как-то Прикалываются Еще что-то И И Как бы Как Степень Серьезности У тебя Убирают Просто К этому Явлению Чтоб ты Просто Расслабился А потом Они резко Начинают Тебя травить И ты уже Как Просто Лягушка В кастрюле Тебе Потихоньку Потихоньку Просто Подогревали Воду Сначала Она была Холодная Потом Теплая Потом Она стала Горячая То есть Когда Она же Горячая Была Ты например Расслабился И Когда уже Пошел кипяток Ты просто Оттуда уже Не вылез И все Вот Все Теплая 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 Теплая